Книга «Открытым оком», том 14, вопрос, 2884. Господь, тема грех. Господь запрещает платить цену блудницы и цену пса. Не значит ли это, что Бог ставит на одну ступеньку сутюнера и заводчика собак? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы не совсем верно приводите слышанное вами из Писания. Старозаконие 23.18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. Кавычки закрытым. Не следует думать, что пес хуже кошки или голубя. Творение Божие все есть хорошо и даже очень прекрасно. Бытие 1.31. И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма. Кавычки закрыты. Собаки очень нужны для охраны стад овец. Иов 31. И ныне смеются надо мною. Младшие меня летами. Те, которых отцов, я не согласился бы поместить сами в стад моих. Кавычки закрытые. Плохих те собаки, которые спят и не охраняют хозяйское добро. Исайя 56.10. Стражи их слепы, все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Кавычки закрытые. А блудницы понятно, что она грешница. И все, что соприкасается с нею, не имеет святости. Иуда 1.23. А других страхом спасаете, исторгая из огня, обличаетесь же со страхом, гнушая даже одеждою, которая скорнена плотью. Кавычки закрыты. Речь идет о жертве на храм. И ничего более. Эти деньги можно употребить на помощь нуждающимся. Зачем же с ними лезть в церковь? Дабы не было порицания, что на нечистые деньги строили или покупали святыню. Дрессировщик, собак или кинолог – человек нужный, весьма полезный. А сутенер проклят Богом. Матфея 18.6. А кто соблазнит одного из малых всех верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его по глубине морской. Кавычки закрытые. Блудники будут мучиться в огне вечном, если не раскаются. Сезеки Иль 16.45. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих. И ты, сестра, сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша Хитиянка и отец ваш Амарей. Кавычки закрыты. Матфея 5.19. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кавычки закрыты. В данном констексте Царством Небесным назван приход Христа на страшный суд, а малейшее означает то, что сей будет брошен в муку вечную. Но если бы всех вырастить котят, щенят не убивать, не есть цыплят, барашков, из дома бы не выйти. Нас съесть они хотят, мяукают, кудачут и лают очень страшно. И потому селекция в ходу, и бабки в ведрах, как в роддоме, топят. За нами акушеры новые придут, по обезлюдившим местам придется топать. Нас защищает все, что приручили. С чем научились как-то уживаться во власти человека и кончина, присыщенный всегда нехватка мяса. Как страшен человек, став человечком. На жизнь свою и многих посягнул, забыл, что сам бессмертный, то есть вечный, один пескарь среди больших акул. За ним охотятся, вытравливают, жгут отряды из микробов, армады из бацилл. На ноги путы и на горло жгут, взрывают органы похлеще, чем тротил. Но если бы никто не умирал, селекция война не резала под корень, чумою не тянула, крышаход утрал, из дома бы не выйти. Вот ведь горе. Ни лес не может море захватить, ни волны не захватят новые пространства. Подрезали количество то монастырь, то скид и благо, не ко всем успели подобраться. Как хорошо, что так вот и идет, не надо ничего переиначить срочно. Так вовремя жара с реки растопит лед. И вовремя мороз набросит панцирь прочный. Во всем премудрость Божия видна. И это осознать, молитва умудряет. Беру поверхностно. Беру поверхностно. Не черпаю до дна. Не вскрытых тайн. Есть океан с морями. 2 декабря 2005 года. Игнатий Лапкин.